В регионе с начала года заболело уже два человека. На территории Воронежской области в последние годы, на протяжении пяти лет, у нас заболеваемость регистрируется на спорадическом уровне. Что это значит? От одного до пяти случаев, не больше. Все случаи, как правило, завозные. Коре опасно тем, что передается воздушно-капельным путем. Заразиться можно от одного вздоха. Инкубационный период от семи до двадцати одного дня. Методов лечения кори не существует. Единственный способ предотвратить болезнь – сделать вакцину. Начинают проводить с детского возраста. Первое прививку делают в год, а второе делают перед школой, то есть в 6-7 лет. И последующим взрослым непривитым проводят иммунизацию до 35 лет с иммунных населением дважды. То есть есть вакцинация и ревакцинация. На сегодня, учитывая, что такая ситуация складывается в соседних наших странах, поэтому было принято решение о том, что до 55 лет непривитые лица из групп риска прививаются. Это медицинские работники все привиты у нас до 55 лет. Это работники образования. Первые симптомы кори ничем не отличаются от обыкновенной простуды. Кашель, высокая температура и только через неделю появляется сыпь. При наличии клинических проявлений, таких как температура, недомогание, светобоязнь, конъюнктивит, кашель может проявляться, то есть в виде как респираторного заболевания и появление сыпи, которое имеет этапность. То есть она начинается на лице, шее и грудь, дальше она спускается вниз. По официальным данным, основная причина прокатившихся эпидемий по стране – отказ от прививки. Конкретного общего лечения не существует. Врачи применяют индивидуальный подход каждому пациенту. Этой болезни не было долгое время, только благодаря массовой вакцинации. В последнее время все больше людей отказывается от своевременной иммунизации, как следствие возвращения опасного инфекционного заболевания. Осложнения от кори могут вызвать энцефалит, менингит, поражение центральной нервной системы. И тем не менее, многие думают, что корь их не коснется. Существует даже целое движение антипрививочников. Как прививка потом, естественно? Ну, я их не делаю никогда вообще. Вообще мы не делаем прививки. Ну, ничем не болел, от чего прививают точно. В сад-то мы не ходим, поэтому и пока не собираемся. Хотя среди наших респондентов большинство людей были за прививки. Я думаю, что обязательно нужны прививки и детям, и взрослым. Потому что прививки – это вырабатывает саммитет против всех заболеваний. Особенно важно, мне кажется, против еще всех ОРЗ и всех гриппа. Все? А вы делаете прививки? А как же? Я человек обязательный. Ну, это надо делать. Я за то, чтобы делали. Я считаю, что их нужно делать в обязательном порядке. Наши дети так росли. Прививку от кори массово ввели в 1973 году. После этого болезнь почти исчезла. В Европе и Украине прививку от кори не делали люди. Как итог, корь вернулась и набирает обороты. В 2017 году в мире от этой болезни умерло 110 тысяч человек. Большинство из них были дети в возрасте до 5 лет. Всемирная организация здравоохранения надеялась, что к 2020 году корь полностью исчезнет. Но отказ от прививок, особенно в маргинальных слоях населения, сделал свое дело. Олеся Лисюк, Дмитрий Хлебный, 41 канал.